Часть 5. Красный щит Прямо перед основанием и учреждением НАСА произошло важное историческое событие, которое содержит ключ к пониманию картины и причины их лжи и подписания договора по Антарктике. Но прежде чем обратиться к этому событию, необходимо изучить теорию Большого взрыва и любую историческую ссылку до того, как теория была создана в 1929 году Эдвином Хабблом, на которого повлияли Альберт Эйнштейн и Джордж Лемей. При изучении верований и теорий о происхождении мира, в котором мы живем, на протяжении всей истории, я обнаружил различные креационистские опоры с авраамическим взглядом на творение. Также я сталкивался с различными работами философов и ученых, таких как Аристотель, Эммануэль Кант, Йоганн Кеплер, Исаак Ньютон, которые предложили теорию бесконечной природы вселенной. Однако, есть один текст, который предшествует всем этим идеям – это Каббала, традиция еврейского мистицизма. Это можно датировать 13 веком до нашей эры и за тысячу лет до того, как жил Аристотель. В традиционном понимании считается, что это берет свое начало со времен Эдема. Рассказ Каббалы о происхождении земли и вселенной очень сложен, но краткое изложение этого видения можно понять по его концепции Эйн Соф, что означает абсолют или бесконечность. Каббала излагает историю своего происхождения так В начале Эйн Соф замкнулся на себя, создав пустое пространство или вакуум, в котором силы Дина начали обретать независимую жизнь. Сжатие Эйн Соф привело к очистке от грубого шлака, содержащего все элементы потенциального зла, происходящего от Бога. Таким образом, пустое пространство содержало силы Дин и остаток Ришами или отпечаток Божественного Света. В этот момент Эйн Соф испустил луч, который представлен в первой буквы Тетраграматрона. Этот луч действовал, чтобы организовать противостоящие силы, которые теперь заполнили это пространство. Противоборствующие силы представляли собой сосуд размером не более крошечной искры. Этот луч вызвал разрушение сосуда, образовал планеты и явил первоначального человека Моисей Нахматинес, Каббалистический раввин 13 века резюмирует эту историю происхождения, утверждая, что было только одно физическое творение – это создание крошечной точки. Когда эта точка расширилась, эта субстанция, будучи настолько тонкой, что не имела сущности, превратилась в материю, какой мы ее знаем. Это поразительно похоже на то, что мы знаем сегодня, как вселенную Большого Взрыва. Эта гипотеза гласит. Вся текущая и прошлая материя возникла во вселенной в одно и то же время, примерно 13,8 млрд лет назад. В это время все вещество было сжато в очень маленький шар с бесконечной плотностью и интенсивным нагревом, называемым сингулярностью. Внезапно сингулярность начала расширяться и вселенная, какой мы ее знаем, начала существовать. Это одна и та же история. Они обе рассказывают о том, что вначале был вакуум, а затем появилась точка, из которой стало расширяться вещество, сформировавшее планеты и мир, каким мы его знаем сегодня. Единственная разница в том, что Каббала описывает это на мифологическом языке, а Большой Взрыв – на научном языке. Если отбросить стилистику выбранного языка, то похоже, что Каббала разработала происхождение вселенной задолго до Эйнштейна, Хаббла и других. Это оставляет нас двумя выводами из этого открытия. Первое – современная теория Большого Взрыва доказала Каббалу ее учения. Все люди, которые верят в эту теорию, должны искать раввина каббалиста, чтобы больше узнать то, во что они верят. Второе – современная теория Большого Взрыва была украдена из Каббалы, и в этом случае ни то, ни другое не является верным, и все это большая ложь. Я скоро вернусь к этой истории происхождения, но прежде чем я это сделаю, очень важно, чтобы мы рассмотрели некоторые эзотерические учения Каббалы. Каббала на иврите означает «получать или принимать устно». Тайные эзотерические учения этого мистицизма преподавались устно – обучение письму, кодам, нумерологии и символам. Символизм и нумерология особенно важны в каббалистике и мистицизме. Многие книги Каббалы чрезвычайно загадочны по своей природе, особенно книга Зуар, которая переводится как «Великолепие», и книга Бахир, которая переводится как «Озарение». Оба текста были закодированы с помощью гематрии – это форма нумерологии, где буква относится к соответствующему числу. Хорошо известным примером еврейской гематрии является слово «чай», что переводится как «живой». Оно складывается из двух букв на иврите, которые складываются до числа 18. Это сделало число 18 счастливым для еврейского народа. Деньги и подарки, кратные 18-ти, очень популярны. Не менее важны и символы каббал. Они использовались как метод передачи смысла и их тайного учения с момента его создания. Некоторые из этих символов хорошо признаны, например, каббалистическое древо жизни или сфирот, хамза или, пожалуй, самый известный символ – шестиконечная звезда, гексограмма или то, что сейчас называют звездой Давида. Этот символ украшает флаг Израиля. Она встречается в ранних текстах каббалы и ее самая ранняя еврейская ассоциация восходит к Ленинградскому кодексу 1008 года. И именно на этой шестиконечной звезде я бы хотел сосредоточиться сейчас, потому что, как вы видите, это не всегда был символ Израиля и не являются исключительно символом иудаизма. Чтобы понять скрытую историю этого символа, мы должны сначала отправиться в 1760 год, когда Майер Амшель Бауэр возвращается во Франкфурт, чтобы взять на себя бизнес своего покойного отца по кредитованию денег. Перед смертью и в отсутствии сына, отец Майера установил герб на фасаде входа в счетную палату в честь ее названия. На знаке изображена гексограмма на красном щите. Именно из-за этого знака Бауэр сменил фамилию. Рог по-немецки означает красный, щилд по-немецки означает щит или знак. В итоге он взял это имя и стал известен как Майер Амшель Ротшильд. Бизнес Майера стал процветать по причине того, что он начал кредитовать правительство, а не частных лиц. Тогда же он завербовал Адама Вейсхаупта для создания Ордена Иллюминатов, который был завершен и учрежден 1 мая 1776 года. Вскоре после этого Вейсхаупт объединил тайные доктрины иллюминатов с континентальным орденом масонов, который был основан в 1717 году, в основном мирным до этого слияния. А затем он основал знаменитые масонские ложи Великого Востока, которые должны были стать штаб-квартирой иллюминатов. При создании этого ордена Вейсхаупт собрал более двух тысяч последователей, включая самых интеллектуальных людей в области искусства, образования, науки, финансов и промышленности. Им были даны следующие инструкции, чтобы получить контроль. Номер один. Используйте деньги и сексуальный шантаж, чтобы получить контроль над мужчинами, занимающими более высокие должности. Номер два. Колледжи и университеты должны обучать студентов, обладающих исключительными способностями и специально воспитывать в них интернационализм. Номер три. Все влиятельные люди должны использоваться в качестве агентов и размещаться за кулисами всех правительств, в качестве экспертов и специалистов. Номер четыре. Получить абсолютный контроль над прессой. Стремление к контролю и власти вскоре началось отправкой литературы в Париж, дабы спровоцировать французскую революцию. Но курьера Адама Вейсгаупта поразила молния, раскрывшая содержащие внутри тексты, в которой излагались планы спровоцировать такую революцию. Баварские власти изъяли текст, а правительство опубликовало подробности их доктрин в тексте под названием «Оригинальные труды ордена и секты иллюминатов». К сожалению, Европа не прислушалась к их предупреждению и произошла французская революция, которая принесла Ротшильду много денег из-за законов, ограничивающих церковные налоги. В 1798 году один из ведущих интеллектуалов своего времени и профессор Эдинбургского университета Джон Робинсон опубликовал книгу под названием «Доказательство заговора против религий и правительств Европы». Но тайные собрания масонов, иллюминатов и тайных обществ все продолжались, и снова никто не прислушался к предупреждению Робинсона. В 1812 году Майер Ротшильд умер, разработав специальные законы для дома Ротшильда. Первое – в бизнес могут войти только мужчины. Второе – смешанные браки для сохранения состояния. Третье – старший сын старшего сына должен стать главой семьи. После его смерти, дети Майера покинули Франкфурт и основали банки во всех крупных европейских городах. Натан Ротшильд переехал в Лондон в 21 год, где основал банковский дом. Во время наполеоновских войн пять братьев Ротшильд работали над тем, чтобы обеспечить золотом армию Веллингтона через Натана в Англии и армию Наполеона через Джейкоба во Франции. Таким образом, они установили формулу, которую сохраняют до наших дней. Именно этот фонд на обеих сторонах каждой войны и разбогател в этом процессе и после. Наполеоновская война вынудила Великобританию и многие другие страны Европы занимать огромные суммы в банке Ротшильда с такими процентными ставками, с которыми они никогда не смогут расплатиться. Кроме того, они манипулировали фондовым рынком во время войны. Спекулянты следили за стоимостью британских военных облигаций Натана Ротшильда в попытке угадать, кто выиграет войну после окончания битвы. И задолго до того, как кому-либо стал известен победитель, Ротшильд начал продавать облигации всем желающим. Все полагали, что это означало победу Наполеона и проигрыш Европы. Паническая распродажа. И когда цены упали, Натан купил большую часть этих облигаций. Владение такими ценными облигациями означало, что Ротшильд буквально владел банком Англии. С этого момента интересы британской короны и Ротшильдов настолько переплелись, что последним были дарованы дворянские титулы. Натан как-то сказал «Мне все равно, какая марионетка будет посажена на трон Англии, чтобы править империей, над которой никогда не заходит солнце. Человек, контролирующий денежную массу Великобритании, контролирует британскую империю. Я контролирую британскую денежную массу» Ротшильды использовали свой контроль над Банком Англии для замены метода доставки золота из страны в страну. Вместо этого они стали использовать европейскую банковскую сеть для создания бумажной системы дебета и кредита. Эту систему мы используем сегодня. К концу этого периода семья Ротшильдов контролировала уже половину богатств всего мира. В течение 19 века Ротшильды взяли под контроль финансовые операции католической церкви по всему миру и начали создавать свои банки в Соединенных Штатах. Они также начали получать контроль в других областях промышленности. В 1862 году Ротшильды использовали одного из своих – Джона Рокфеллера для создания нефтяной компании под названием «Стандарт-Ойл», которая продолжала доминировать повсюду и финансировалась Ротшильдами. Рокфеллеры продолжали управлять нефтью, создали крупную фармкомпанию и завладели всеми основными системами образования и колледжами в США. Власти влияния Ротшильдов росли через щупальца в каждую отрасль, как и планировалось с установлением иллюминатов. Ближе к концу 19 века и до установления своего доминирующего банковского присутствия в США, Ротшильды основали Сионистский Конгресс для продвижения сионизма. Это политическое движение с единственной целью – переселить всех евреев в единое еврейское национальное государство. Они организовали первое заседание в Мюнхене, председателем которого стал Теодор Герцль. Позже он написал в своем дневнике «Необходимо, чтобы страдания евреев стали еще хуже. Это поможет в реализации наших планов». У меня есть отличная идея. Я заставлю антисемитов ликвидировать еврейские богатства. Антисемиты помогут нам в том, что они усилят преследование и угнетение евреев. Антисемиты будут нашими лучшими друзьями. Младший сын Якоба Ротшильда также посетил Палестину в это время и представил финансирование для образования там еврейских колоний. План Ротшильдов по созданию Израиля и собственной страны, им принадлежащий, стартовал. Но только много лет спустя был реализован. Обратите внимание на гексограмму на флагах во время Сианинского конгресса. В 1910 году в США создается Центральный банк Ротшильдов . Планы Центрального банка Соединенных Штатов были выполнены при сильной оппозиции со стороны самых богатых фигур того времени. Тремя самыми важными и могущественными их противниками были Бенджамин Гугенхайм и Сидор Штраус, глава сети универмагов Мэйсис и Джон Джейкоб Астер, один из самых богатых людей в мире и хороший друг гениального изобретателя Никола Тесла. Их общее состояние на тот момент составило 500 миллионов долларов, по сегодняшним меркам это почти 11 миллиардов долларов. Противостояние длилось недолго. К счастью для Ротшильда, все три могущественных противника погибли на борту Титаника, когда он затонул в 1912 году. По странному совпадению, марионетка иллюминатов Джи Пи Морган, который профинансировал и построил Титаник, кто также крайне был заинтересован в создании Федерального резерва, отменил свой билет на Титаник в самую последнюю минуту. Конгрессмен Чарльз Линдберг, после принятия закона о Федеральном резерве в 1913 году, сказал «Последняя часть этого сообщения особенно важна». Отныне депрессии будут создаваться с научной точки зрения, подобно двум аферистам, работающим на марке, который ФРС облегчил кредитование, в то время как газеты и истеблишмента рекламируют, какие богатства можно заработать на фондовом рынке. Федеральная резервная система означала, что доллар теперь можно печатать вне контроля правительства, он будет использоваться для ведения экономических войн и депрессий и станет идеальной машиной для вечного долга. Авраам Линкольн боролся против ведения этого метода и начал печатать собственные, свободные от долгов деньги, которые во время гражданской войны в США называли зелеными долларами. Аналогичным образом, GFK подписал исполнительный указ, вернувший правительству США право выпускать валюту в обход собственной федеральной системы Ротшильдов. Что общего у этих двух президентов, которые хотели напечатать деньги для американского народа против воли системы Ротшильдов. Они были убиты. Во время Первой мировой войны мы увидели ту же самую формулу войны. Ротшильды в Германии судили деньги немецкому правительству, британский Ротшильд судил деньги британскому правительству, а французский Ротшильд судил деньги французскому правительству. Во время войны, в то время как Британия рассматривала предложение Германии о перемирии, Луи Брандей, избранный лидер исполнительного комитета по сионистским делам посылает сионистского делегата из Америки в Великобританию с обещанием привлечь Америку на сторону британцев, при условии, что британцы согласятся отдать землю Палестиной Ротшильдам. Ротшильды были заинтересованы в Дальнем Востоке. И наличие собственного управляемого государства означало, что они могли владеть собственными вооруженными силами, которые они могли бы использовать против любого агрессора, вставшего на пути их интересов. В свете этого, министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс Бальфур составил письмо, которое стало известно как Декларация Бальфура, адресованное никому иному, как дорогому лорду Ротшильду. В нем говорится, что британское правительство сделает все возможное, чтобы помочь Палестине стать национальным домом для еврейского народа. В 1919 году была проведена Парижская мирная конференция для обсуждений репараций, которые немцы должны были выплатить победителям войны. Организатором конференции был барон Эдмунд де Ротшильд. Делегацию из 117 сионистов возглавлял Бернар Барак, он поднял тему Палестины. Немцы чувствовали себя преданными, поскольку у них всегда были хорошие отношения с евреями. Эта конференция также была использована Ротшильдами для распространения идей создания мирового правительства под названием Лига наций. Бернард Барак затем основал Совет по международным отношениям в США. Целью номер один этого совета было получение контроля над прессой. Эта задача была поручена никому иному, как Джону Ди Рокфеллеру, основавшему много национальных журналов, таких как Лайф Тайм. С присутствием власти Ротшильдов, теперь прочно укоренившихся в США, они начали подготовку ко Второй мировой войне. В то же самое время, когда Адольф Гитлер, канцлер Германии, вытеснял евреев государственных постов. Марионетка Ротшильдов, Сэнуэль Оэнтер Мэйер, глава американской делегации и шантажист президента Рузвельта, призвал всех американцев уничтожить продукцию немецкого производства. Таким образом, он начал большую пропагандистскую компанию. Как только последствия этого бойкота начали ощущаться в Германии, немцы, которые до этого момента не проявляли никакого насилия по отношению к евреям, начали бойкотировать еврейские магазины, так же, как евреи поступали с магазинами, торгующими немецкими товарами в Америке. Это тот самый год, когда президент Рузвельт приказал разместить глаз иллюминатов на всех долларовых купюрах, вместе с латинской фразой «Nuvos ordo ce glopum», что означает новый порядок веков. Год спустя были реформированы швейцарские законы о банковской тайне и нарушение банковской тайне стало уголовно наказуемым преступлением для любого банковского служащего. Все это готовилось к тому, чтобы замести следы Ротшильдов, поскольку они финансируют обе стороны войны. Вы видите, что американская компания, контролируемая Ротшильдами, IG Farben, продолжала вооружать Германию в войне и производила «Циклон B» – смертельный газ, используемый в концентрационных лагерях. Ротшильды также финансировали американскую IBM, которая представляла нацистам машины для производства перфокарт, для организации и управления первоначальной идентификацией для изгнания евреев, конфискации их имущества и их окончательного уничтожения. Интересно, что в это время Прескотт Буш, отец президента Джорджа Герберта Уокера Буша, арестовал ли он свою компанию в соответствии с законом о торговле с врагом. Он финансировал Гитлера из Америки, в то время, как американские солдаты сражались против немцев. Связь Ротшильдов с Гитлером может быть более заниженной, чем ранее предполагалось. Ханс Юрген Колос, инсайдер гестапо, заявил, что бабушка Адольфа Гитлера, Мария, была служанкой в особняке Ротшильдов. Вы видите, война была хорошо поставлена и не имела ничего, кроме интересов Ротшильдов. Сионист Исаак Гринбаум на сионистском исполнительном совете выразился лаконично. Одна корова в Палестине стоит больше, чем все евреи в Польше. Эта пропаганда должна была напугать оставшихся в живых евреев и заставить поверить, что их единственным безопасным местом был Израиль. В конце войны в 1945 году Ротшильды не только получили значительную финансовую выгоду, но их видение Лиги и Наций воплотилось в жизнь с учреждением ООН. Британцы заявляли, что иммиграции евреев в Палестину больше не будет, чтобы защитить палестинцев. Но после Второй мировой войны британцы заявили, что передают контроль над Палестиной организации объединенных наций. ООН разделила Палестину на два государства – одно палестинское, второе арабское. Иерусалим остался международной зоной для всех религиозных конфессий. В последующие годы израильтяне предприняли серию военных нападений на арабских палестинцев, вызвав массовый исход. Израильская секретная разведка Моссад была сформирована под девизом «Путем обмана ты будешь вести войну». В 1948 году Ротшильд подкупил президента Гарри Трумэна с двумя миллионами долларов, которые они дали ему во время предвыборной кампании с условием признать Израиль суверенным государством. Вскоре был показан флаг Израиля, который является ничем иным, как синие версии красной гексограммы Ротшильда. Тут история только начинается. Следуй за мной в шестую часть, чтобы мы могли взглянуть на истинное значение этой шестиконечной звезды.